Всем привет! По-любому в каждой косметичке найдется помада для губ, но очень часто при ее использовании мы сталкиваемся с небольшими проблемками, которые в этом видео мы решим с вами с помощью небольших трюков. Очень часто нам попадаются матовые помады, которые безумно сильно сужат губы. Поверьте, бывают такие, что даже никакой бальзам не помогает. Ощущение шелушащихся губ не очень-то приятное. До этого лайфхака у меня многие помады просто улетели в мусорку. Так вот, для того, чтобы помада не пересушила вам губы, нужно сделать всего один маленький момент. Добавить немного питательного масла. В моем случае это масло ЖЖБА, оно безумно мне нравится, но можно, конечно же, взять и другое. После этого все должно хорошо распределиться, можно немного взболтать флакончик или перемешать там спонжиком. И теперь эта помада будет, наоборот, ухаживать за вашими губами. После ее нанесения от сухости и следа не останется. А еще, если вы захотите сделать помаду слегка глянцевой, то просто добавьте масло чуть больше. И у помады уже будет совсем другая текстура. А если вам хочется на губах матовой текстуры, а из косметики одни сатиновые помады и блески, то не расстраивайтесь, все очень легко можно исправить. Для начала накрасим губы нашей сатиновой помадой, а после этого берем обычный крахмал, кукурузный или картофельный, неважно. Но вместо крахмала можно еще и белую пудру. И наносим на всю поверхность наших губ. Смотрите, какая колоссальная разница. Покроем теперь и верхнюю губу. Все очень легко распределяется, кстати, пальцем даже намного удобнее. Получается невероятно матовое и бархатное покрытие. И, кстати, еще оно не будет оставлять никаких следов. Гигиеническая помада, например, может пригодиться для волос. Кстати, если что, у меня волосы не седые, это просто так свет падает. А именно, чтобы избавиться от этих дурацких антенн, которые мы получаем, когда забираем наверх свои волосы. Согласитесь, это так раздражает. Так вот, нужно просто на подушечке пальцев нанести немного гигиенической помады. И потом ими загладить все торчащие волосы. Все сразу же отлично фиксируется. И торчащие колом волосы как ветром сдуло. Еще один трюк, который я часто делаю для того, чтобы помада держалась очень долго. Вначале мы берем пудру фиксирующую и наносим ее прямо на губы. Получается очень шелковистая текстура. Дальше уже наносим нашу помаду. Не нужно делать слишком плотный слой. После первого слоя берем матирующую салфетку и как бы промакиваем наши губы. Тем самым мы удаляем излишки жира с них. И, кстати, матирующая салфетка тоже делает их матовыми. Затем можно наносить второй слой. И с таким прикольным способом вам не придется постоянно подкрашивать губы. Потому что помада держится довольно долго. Стойкие помады, особенно матовые, всегда тяжело удалить с губ. Ведь они будто намертво в них въедаются. Но сейчас поделюсь с вами своей хитростью. У меня всегда под рукой есть масло для тела. И эта штуковина всегда вручает. Наливаем его немного на ватный диск. И держим на губах буквально несколько секунд. После того, как масло хорошо пропитало наши губы, мы просто стираем легким движением руки эту помаду. После масла любая стойка помады снимается с первого раза. Чтобы идеально ровно подвести помадой или карандашом верхнюю часть губ, нужно всего лишь вначале прорисовать вот такой крестик. При помощи двух линий. А потом можно уже и заштриховывать все остальное. Эта хитрость всегда меня здорово выручает. Так что возьмите на заметку. Изгиб получается очень ровный. На этом все. Спасибо за просмотр. Если ждешь новый выпуск бьюти лайфхаков, то ставь пальчик вверх. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайся на мой канал и инстаграм. Всем пока!